Друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Дима Боленский. Это я. 2.0. Я у него третий день уже в гостях здесь практически прописался. Значит, мы тут съемки разные ведем, но съемки вообще не были не посвящены рыбкам, но увидев вот эти перемены, которые здесь у него, я... Ты скажи, о чем съемки-то, мол, чего люди подумают. Мы фарш делали. Фарш, да, делали. Ну, они увидят его на канале. Я вот не мог просто не упросить его потратить еще день на меня для того, чтобы снять вам вот эту вот красоту всю, егоную. Дима. Да. Я рад снова тебя видеть. Взаимно. Я действительно впечатлен этими аквариумами, друзья. Очень-очень красиво. Дим, очень прошу, расскажи, что у тебя нового. Очень прошу, расскажи, почему, значит, вот этот аквариум совсем другой. Почему ты его так переделал? Ну, в общем, короче говоря, не знаю, давай с чего-нибудь начнем. Ну, меня унесло немножко в сторону дискуссов. Если помните, полтора года назад здесь только были поставлены, эти в 2 600-ки, рыбки подросли, вот уже начали метать, и что в данный момент тоже делают. Вот мы пока занимались. Рыбки начали метать. Вот какие-то хотят подлезть, сожрать. Родители, родители отгоняют их. Вот. А это не пяти полосы, это семи полосы. Кобальт. Да, какие-то Кобальты. Да, Кобальт и самочка Даймонда. Ну, если что, у меня две пары таких Кобальт Даймонд. Могу поделиться. Блин, они вообще шикарные, я вот смотрю их. Друзья, конечно, это просто обалдеть. А вот эти вот красненькие с желтеньким, они у тебя, по-моему, были, да? Ну, это мальки, вот они только подросли, эти еще не метали из прошлогодней, из прошлой весны. Нет, и в прошлом году их не было, это только весной. Кобальты-то у тебя точно были? Кобальты-то мои. Это вот то, что сейчас мечет, это мои уже детишки, внуков делают. На выставке они же были, да, по-моему? Да, на маленькие вот как раз были три Кобальта, да, таких. Бирюзовые туркисы среди них были. Надо же они вот так встали. Вот наверху, с выставки, точно знаю, рыбку. Вот они золотой, кругленькая такая, они все кругленькие. Возле конуса что-то там подбирает. Что-то придется, да? Вот это вот, да? Да, это на выставке была рыбка. Ага. Тут у меня получился такой бирюзовый туркис, а я его хочу очень впору к туркису пиловарского. А где взял? Купил. У пиловарского? Нет. Ну, это очень не от пиловарского, через Виталика пришли в Москву, и я там его купил. А, ну все-таки они? Олигохетки он на стеклянном. Вот, если кому-то интересно, на этом месте рыбы метали икру, от металли, олигохетки, послед, видишь? Да и собрались, доедают. Да. Так, про большой аквариум рассказываем? Ну, подожди, да. Да, здесь еще. А вот эти красные, это откуда? Да, я думаю, что просто ты, чем рынок, это одни из первых моих рыб. Да, они не мечтут. Не мечтут, причем были мальки, вот по осени были. А ты не берешь этих мальков, да? Что? Ну, берешь, забираешь мальков. Я не понял. Ну, вот у тебя здесь внизу от металли сейчас икру, да? Но ничего не выйдет из нее, я икорегу не выну, надо в нерестовик рыбу отсаживать. А если отрезать этот кусочек? Ну, а здесь вода водопроводная, но вылупится штучек пять. Бессмысленно. Пусть их изначально она все-таки садит мягко. Я же вижу, когда они идут в нерест, они начинают играть, там терапоры, начинают друг перед другом оплясывать, танцы у них начинаются, тряски. В этот момент? Да, я их ловлю по-быстрому, он с ним стоит. Правильно я понимаю, что когда ты видишь, что они начинают играть, ты их в этот момент ловишь, высаживаешь в нерестовик. В более мокрую воду. Насколько она более мокрая? Ну, старая мягкая вода. Чистый осмос или как? Нет. Нет? Ну, в чистом осмосе, если он будет с биологией, то кислотность упадет. Соответственно, буфер какой-то карбонатный есть, то есть водопроводик подмешиваем. Ну, воду из аквариума. Раз в четыре или пять жесткости какая-то. Я не измеряю жесткости, я пипиемы меряю где-то в районе пятидесяти. А кислотность падает и падает день от дня, то есть я подливаю, подливаю. Ну, когда уже смотрю, что много солей, то есть общая жесткость поднимается там до ста пипием, то все же будет плохое водотворение. Я сливаю часть воды. То есть они сколько-то дней там сидят, и у них жесткость там плавает. Да, ну, когда личиночка уже начинает... Даже если при личинке я начинаю чуть-чуть подливать воды из-за родного аквариума, можно, чтобы не упала кислотность. А когда уже начинает есть науклиартемия, то можно побольше подливать водички, а дальше уже потом кап-кап-кап идет водопровод протока. Осторожнее, не прости, пожалуйста. Здесь сидят сто рисунки, как обычно. Клинеры такие. Ты их разводишь, да, так же? Ну, не то, что прям специально, но они разбудятся. То есть они такие, блин, кушают хорошо, жить им хорошо, чего бы не развестись, да? А, вот, да. Ну, они прям тут сидят красиво. Друзья, ну, а я не могу вам не показать красивые кадры просто. Просто меня не цепляют, меня не нравятся. Ну, и диски, конечно. Диск у Сидимы Аболенского Уже становится потихонечку тоже легендой. Ну, прямо. Да ладно, не стесняйся, я надеюсь, так и будет. А вот это кто такие? Смотри, вот прям такие мухоморы. Ну, какая-то разновидность, разновидность снежного леопарда. Ты их тоже разводишь? Нет, это рыбки еще даже не рестились ни разу молодые. Но ты тоже их купил, чтобы? Да, я купил, чтобы вот, четко, с ними поиграться, да. Ну, вообще шикарно, конечно, да. Да, форма отличная, рисунок. Это Володя из Ростова. А вот, как он называется-то, с полосочкой спрятался сейчас вот этот желтый. Желтенький? Да. Это ковер, но ковера тут из разных хозяйств. Я сейчас могу соврать, что это конкретно. Здесь, видишь, какие дикие линии какие-то просвечиваются. Красивые. Вот внизу шикарный ковер, между двумя круглитами стоит. Где, 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 где? Вот, давай, две синих рыбки, а внизу, в самом низу, под корянкой. Он такой красный и синий. Нет, ушел, потом. Вот сейчас синего загородил. Вот, видишь, он красный, с хорошим, с чего хорошо. Да, да, но темно-синий такой, если на свет выплывет, стесняется. Да, шикардос. Смотри, эти вот отошли. Ну и круто, сейчас в течение часа съедят, конечно, к сожалению. Вот, надо. Да, Дима, красавчики, конечно. Красавчики. Вот, это мой кабанчик, реэкспортный. Выпросил назад у владельца, вот этого самца. Владелица сменял на трех своих же рыб. Самочка за ним, да? Вот это же самец, да? Это самец хвостик. Вот это хвостики. Полобасти, хвостики у них, да. Ага, это прям такой плюшка круглая-круглая. Вот Рудольф таких любит. Ну и все стараются, чтобы плюшки были круглые-круглые. Афигенно. Друзья, не могу я оторваться. Не могу. Хочу на это смотреть. Надеюсь, вы тоже кайфуете. Ну и кобальты, это же тоже твои, они в прошлый раз были, да? Да эти даймоды ты снимаешь? Ну, те, которые синенькие. Нет, у меня есть мои даймоды, но это как бы не моя. Не тот, это кто такой, смотри прям. Вон синий сзади. Здесь даймонд. Даймонд тут правильно называется, да? Кобальт, у него рисунок есть. Вот кобальт спереди стоит. Нет, вот это тот. Да он тоже офигенный. Офигенный. Вот этот мой, вот этот мой точно. Да вообще просто. Новобасенький такой самец. Самец. Нас просто. Синий, мальчик. У нас на глупрошку с съемкой идет, надо, да? Вадь, осмотришь, что не пул. А, неважно, пусть нас. Может быть, сюда еще перевестись, пожалуйста. А вот этот вот, смотри, в нижнем аквариуме, который как оранж такой, ну не знаю, сера. Коричневый, это Женя Малхоброда явно рыба. Да? Да. У него такие носик уточкой, вот, губки и такой кабанище, явно самец. Но самки вот из этого, у него будут очень красные, хорошие, а самцы такие в коричневый уходят. Да, да, вот такой коричневый, с темным кантом. Но он тоже играет, у него синяя мордочка. Вот. Он уже с кем-то металлом, но что-то не очень получилось. Ну, еще, значит, отмечено. Ну, это здесь вся молодая рыбка, кроме вот старшего кубка. Да. Хочется уже дальше что-нибудь рассказать, это здесь залип. Не могу, прости меня, пожалуйста. Да? Манакапуру, супер, ред. Вот, вот, прошлого лета, прошлого конца лета малек, то есть он скоро ему год будет. Вот он поздновато начинает краситься, вот, но он покрупнее чуть-чуть даже получился, потому что я его сам выращивал. А этих рыбок все же вырастут с малька, ну, вот у меня уже третье, третье поколение малька получилось. То есть я знаю, у кого еще есть такая рыбка, но пока ребят не развели. У меня получается. Ну, это не как простая скалерия, то есть они очень тубо идут на нерест. Ну, друзья, Дима про скалерий, а я про аквариум, просто красивейший травник. Весь такой в улитках, и тебя не смущает, что столько улиток? Они вообще как-то помогают тебе, нет? Да, ну, лобоуха-то я чистил, вот, а так, конечно, улитки помогают, грязи практически нет. Ну, здесь растения были посажены без какого-то любого перспективы плана, просто напиханная, вот. Ну, им здесь хорошо с колярком, они прям тут как у себя дома, да? Ну, думаю, что да. А что там светит, что? Светит здесь лицетар, но я захотел раскрасить спиралис, который должен быть, по идее, тигровым, вот. Но почему-то он был зеленым, я туда еще фитолампочку подсунул. А так у меня все светильники лицетары. Ага, друзья, ну вот, я просто покажу, чтобы к этому не возвращаться, хотя, может, и придется, значит, у Димы вот эти светильнички, и их можно купить именно у Димы. Давай мы поиграемся, сейчас будешь дикарей снимать, я какой-нибудь показал. Давай мы сначала их снимем тогда. Давай, ты снимай, я параллельно буду рассказывать. Давай, рассказывай. Друзья, красивейший аквариум, который мы у Димы тогда смотрели, он, по-моему, у нас даже есть в релакс-аквариуме. Я, возможно, даже еще раз релакс-аквариум сделаю. Здесь дискусы. Дикие, две самочки подсажены, разводных, а так все остальные дискусы дикие. Хекери, коричневые, зеленые. И альдомы тоже все дикие. Даже брохисов, четыре штучки диких, а остальные разводные. Так. Вот я хотел показать, что я могу сделать свет красненький. Могу зелененький. Могу синий сделать. Могу синий с красным. Сразу все заиграл, но я люблю натуральную окраску. Люблю натуральный свет. Сейчас чуть-чуть, кажется, потеплее можно сделать. Вот. Да? Сразу приятно становится. Вот. То есть, вот, играюсь с приложением, все это дело. И, причем, это можно все делать во времени. Если красный рассвет, зеленый закат, синяя тучка набежала. То есть, можно играться как хочешь. Естественно, все это плавно разгорается, плавно затухает. Рыбки не стрессуют, им хорошо. Что-то из этих вот, альтумы же, да? Да. Что с них? Они у тебя играются, а нет получается? Это молодая рыба, взрослая рыба. Я, если честно, в этом году угробил взрослых альтумов. Ага. Ну, бывают ошибки, допускаем мы все. Уехал, залил лекарства, уехал на 3 часа из дома. И тут рухнула. Биология, дискуссы все выжили. Альтумы крупные, все грохнули. Маленькие остались. Здесь, кстати, температура выше 30 градусов, обычно бывает 30-32. И я подобрал растения, эхинодорусы, жестколистные группы Апакус и Сатурн. И они себя здесь очень неплохо чувствуют. И даже здесь растут два вида красных эхинодорусов разводных. То есть, маленький принц, вот поменьше который. И из красного, вот этот покрупнее, это магрибинец. Ну, тоже выживают, даже если видите, стрелочки дают. Вот. Ну, не так, конечно, как в травнике-то, они бы меня повеселее себя чувствовали. Но, во всяком случае, они дают листья красные, все выглядит. А это анагетончик, да? Да, это мой гибрид. Давай я крышку подниму, он красный. И он, наверное, ненадолго, да? Да, это вождь краснокожих, я его прозвал, но это форма натанс, ну, плавающий лист. Вот. А мне еще другой, с жестким листом, тот держит под водой листья. Вот. А этот я сюда лопух засунул. Ну, вот эти вот эфенодорусы в прошлый раз мы видели, да, подорожники, которые. Ну, да, это и есть Сан-Карлос, а там Игуасу, они чуть-чуть отличаются, тоже подорожник. А, не разве? Да. Ну, здесь идет, начинается с эстанции Аргентина, левее. Ну, длинный это Кринум акватика, вот, африканское растение. Кстати, дал у росточек. Он какой-то жирный вообще. Да, жирный. Ну, это луковичное растение. Не, я имею в виду листья такие прям. Мясистая. Ой, палец. Да. Указательный. Вот эстанция Аргентина вытянутые листики. Дальше подорожник это Игуасу. Вот детка, смотри, какая красивая. Угу. У него, то есть они здесь оплодятся. Вот, дальше идет Миллениум 2000, тоже вот низенький. А за ними высокий это Магребинец. Дискус немножко взволновались. Некоторые мне что-то стрессанули, темненькие, но основная масса, как бы, более-менее выглядит. К вечеру они более естественные. И вот эти прикольные. Обликва, клюшка. Квери, да, клюшки. А брохисы очень помогают в жизни. Увидел первый раз их на Амазонке. Ну, не на реке, а в разводне. В Манаусе. И вообще они мне понравились, и я решил завести таких. Чистит дно замечательной рыбки. Веселые, стайные. Угу. Дискусы, конечно, смотрятся. Просто офигительно. Немножко они, видишь, стесняются. Ну, дикие. Шесток здесь. Тоже, ну, это же, это, типа, ксены или что-то. Да, водоросли. Ну, здесь они уместны. На этой коряке. Ну, согласен, да. Так нормально смотрится. Вместе вот с криптокоринкой. Криптокорину, видишь, не берут они. А справа папоротник весь зарос. Водоросли они. Потом идет Сантьяго-2. Вот это такие сливовидные листья. Очень редкий хинодорус. Ну, здесь, видишь, хорошо себя чувствует. Все названия такие, да, Сантьяго, Мантияго. Я, кстати, когда в аэропорту в Сан-Паулу сидел, ждал своего самолета, вылет в Монаус. Там прямо вот список местных городов, вылетов. Прям по названию хинодорусов. Да, да, да. Ты знаешь, как классно. Я оставлю этот кусочек, друзья, потому что он прикольный. Да, кстати, я снял. На флешке тебе дам. Да. Попробуй и найди там. Для тех, у кого есть хинодорусы, прямо это все знакомое. Это был Хоризонт и Горизонталис. Фосду Игуасу. Игуасу. Сатурн. Ну, Бразилинсиса. Тоже какие-то были Сигурея, пожалуйста, есть Сатурн. Дальше что у нас есть? Порт-Алегри, Порт-Алегриенсис, и хинодорус есть. Очень даже можно изучать и хинодоруса по расписанию домашних авиалиней в Бразилии. Мой еще, рейс 8.30, только еще не высветился. Манаус. Так, дальше, после Сантьяго, не будешь крупным кланом снимать? Буду, буду. Ну, мы же уже его сняли, нет? Ну, Сан-Карлз, хотел дальше название все сказать. Значит, крупный подорожник, это, повторюсь, это Сан-Карлз. Сан-Карлз. Потом идет Санта-Мария, если не ошибаюсь, первая. Вот, и Раунд-Лив. Очень, самый, наверное, компактный из Апакусов. Ну, есть еще, как бы, всякие Сигуреи и Карл-Аратай. Карл-Аратай. Но они маленькие у меня, все никак не разойдутся. Вот, чего еще? Здесь малек дискуссом. У тебя тут и красивые аквариумы, и мальки. Друзья, технология, разведение. Друзья, так. Это кто будет? Здесь два выводка. Будут Даймонд и Кобальты, потому что самец сам Кобальт и Даймонд были. И я сюда подкинул им Альбиносов. То есть, вот, такой вот пары, как вот, видишь, там Альбиносик внизу. Голден Альбина. Он такой желтоватый, прям такой. Да-да-да. Вот, а здесь учился ковер с Альбиносом. Ковер и Альбинос. То есть, они будут коверы, но с Альбиносом. То есть, потом в следующем поколении будут Альбиносики с ковер-рисунком. Это будет очень интересная лёгка в следующем поколении. Ну и сейчас будут хорошие коверы. Они как раз и по космолётечкам. Красавчики. Они папу кушают, да, получается? Да. Ну, вначале на маму на белую не садились, а маму белая. Ну, маму тоже кушают, смотри. Ой, какие классные кадры. Блин. Есть такие уже покрупнее, да, детки? А есть прям маленькие. Ну, значит, можно ничего и не вырасти с них. Тут тоже мухоморчики вон есть. Ну, я их так называю. Ну, красные туркисты такие, леопарды берут. А один он получился вообще без стрессовых полосочек. Внизу стоят. А один он крутится, видишь? Да, это по струбочнику. Видимо, что-то у него не прошло. Ну, придется его выкинуть, наверное. Но, к сожалению, когда выращиваешь рыбёвку, бывает среди неё больные рыбки изначально. Устал он? А это кто? У нас GoPro надо... Ребёнок у нас снимал, значит, нас с общим планом. Мы снимали крупные планы. Друзья, ребёнок устал. Да, ребёнок устал, мы его отпустили, да. О, смотри, темнота прошла, они немножко разукрашиваются поестественному. Но они стрессанули, мы подошли близко. Да, да, ну-ка, держи, на. Най-ка их. Давай я их-то от тебя и сниму. Вот. А мне куда? Туда же? Не-не. Всё, я тут уже. Ты надоел уже выборку снимать. Офигенно. Не-не, Дим, не крути. Мешаю? Ну, там сейчас не надо. Это прям раскраснелся такой, да? Вот этот вот. Казебяка. Ну, вот видишь, немножко успокоились, они привыкли. И, естественно, да, зелёный хороший. А у него, кстати, детишки есть у этого. Вот у этого рыбы, да, у меня детишки, осталось 12 штучек всего. То есть я, у него и самочка здесь сплавает с надкусанным плавником верхним. Да, я видел, такая. Да, вот он на ней поженился, и у них есть детишки. Слушай, а там что за конь такой здоровенный вон? Друзья, они просто вот огромные. Вот те, которые. Сзади? Да, сзади. Сзади два огромных. Дискуссо. Первый. И вот второй. Вот вечером они повеселее выглядят. Сейчас, вижу, что-то. Вот она, эта самочка, да? С откусанным плавником, да, да, да. А вот его с правой, ну вот, на этом или с рядом с ним стоит, на зелёной дискуссии. Да, на зелёном дискуссии. Замуж вышел. Ага. Вошел, вышел. Прикольно. Друзья, ну вот такие вот люди, мы здесь аквариумы. Ну, приходится иногда. А дискуссов ты же продаёшь, как-то, да? Нет, я их под подушку кладу. Не, я имею в виду. Ну, вру, остают, продаю, конечно. Вот сейчас наверху освободится, там баночка побольше. Я, я вот эту молодёжь отбраковочку. Внизу, которая, да? Да, на втором этаже, но внизу, да. Отбраковочку проведу, хороших туда посажу, они подтянутся. Ну, пространство побольше будет, они сразу подрастут. Вот, ну, выберу здоровую, хорошую рыбку и буду продавать, да. Интересно, это вообще выгодный бизнес, нет? Ты знаешь, я, честно говоря, я думаю, что я просто оправдываю, как бы, содержание рыбы. Ну, по рыбе, да. Ну, может быть, что-то и остаётся за труд, за мной, но как в качестве бизнеса, я это не вижу. Вот, где бы, я как тот гражданин, который покупал яйца, пару рублей тридцать, варил и продавал пару рублей тридцать. Его спрашивали, зачем ты это делаешь? Он говорит, ну, как же, при деле и при бульоне. Ну, приблизительно то же самое. Нет, ну, иногда что-то кажется, что заработал, а потом платишь каждый месяц по 10 тысяч за электричество, вот. Плюс вот фарш сделаешь. Да. Да, и сколько времени ты сжираешь. Ну, друзья, вообще, мы поняли. Ну, это, да, это как бы не на это... По состоянию рыбок вы видите, что это, конечно, это, конечно же, любовь. Любовь, прелюбовь, вот, и по-другому это назвать никак. Эти, конечно, классно так стоят. Вообще, просто, блин, огонь. Очень красиво смотрится. А здесь было недавно такое немецкое кино, сразу 8 дискуссов метнулись в нерест. То есть, с феромоны полетели, когда первая пара начала, и там вокруг того конуса вот так вот все просто кипело. Самки клали, другие ели, самцы пускали молоки там. Просто феерично все было. Я тебе могу, кстати, сбросить на телефон, у меня это снято. Ты можешь оставить. Заговорились. Вполне себе обычная история. На майском пикнике одна пара выпила и культурно отползла в кустики. Ну и сделал свое дело. Остальные же перепились так, что решили заняться этим делом в групповом варианте. Сейчас рассмотрю, кто из них в той. Ну, всем надо, просто всем надо. Наелись карафилу, отрастили морковки. Вот эти приличные. В кустики отошли, наметали. Там же что творится. Причем есть еще один конус. И стекол хватает. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть рыб. Так, ну вот это красненькая самочка. Это тоже самочка. Так, сейчас посмотрим, кто из, кто. Ну, ребята. Вы даете. В общем, немецкое кино получилось. Это было нечто, конечно. Одна пара от металла на стекло, где мы видим олигархеток, вот на это место. И вот того конуса творилось просто. Если бы это были люди, то это было бы немецкое кино. Или шведское, да? Ну, я небольшой знаток. Я большой. Да. Ну, получается, хотел бы. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Красное. Вот самочки. Даймонд шикарный, да? Угу. А, даймонд мой, кстати. Подожди, это же мои рыбы синие мечут. Почему не мои? Мои. Вот наверху синие не мои, а это мои рыбы мечут. А я здесь? Девусь я на речку, тайдунку гадаю, чему я не рыба, чему не пернаю. Чему Сабуниев мне жабра не дав, я в землю покинув, я дискусом став. Вот. Дима, давай рассказывай, это у нас здесь темно, просто друзья. А, внизу вы видели вот красных скалярий, это их детишки двухмесячные. Вот такие красавцы. Они пока еще только-только чуть-чуть розовеют плавники. Это которые монокопору, да? Да, монокопору супер рад. Угу. Ну, если они останутся к моменту, когда Андрей сведет видео, то обращайтесь. Ну, вообще они быстро очень уходят, за ними очередь стоят. То есть, сейчас их можно купить, верно? Ну, попробовать можно, но я боюсь, что они очень быстро уйдут, за ними очередь. Угу. Ну, без ложной скромности, как бы, просто кроме меня пока их никто не развел. У нас в стране. Друзья, поскольку у нас нету еще рук для того, чтобы снимать, будем снимать вот так вот. Просто поставим камеру повыше сюда, она будет нас снимать. Могу и зерочек поставить вверх ногами, еще выше будет. Разглядом. Да ладно, нормально. Будем. В общем, я просто хочу вам крупных планов поснимать, чтобы вы рассмотрели рыбку, насколько она красивая. Ну, а что, с какого начнем аквариума? Давай начнем вот, ну, с рыбков, которые у тебя разводятся. Тут вот сидят сто рисунки, друзья, и они вот так вот булькают. Да, мы только что Эксандреев поймали и поместили вот в этот, как это называется, инкубатор. Инкубатор. Да, друзья. А поколение по-старше, он там в лоточке с сеточкой. Да, да, да. Почему они не в аквариуме, а в лоточке? И у него закрытое дно, где я их подкармливаю на углевыми артемиями, она так не разбегается. У них большая концентрация корма получилась. А водичка, как бы, вокруг них бегает чистенькая все время. Вот, но в данном случае я подсадил ему на капурук туда проброс. Вот, это я друзьям раздарю. Посадил ему на капурук, и поскольку я их кормлю, вот водичка немножко помутнела. Вот. То есть на продажу кременькие рыбки не идут. Левее пара Golden Albina. Вот у них уже детишки там. Детишки есть уже, но приходится мудрить с личинкой, когда она расплывается на родителей, не хочет садиться. Либо на другую пару, либо что-то со светом надо делать хитрое. То есть с первой попытки у меня селось вот пять штучек. Вот они здесь плавают. Их первые мальки, вот пять штучек. Среди даймондов плавают вот пять их детишек. Один вот дергуночек, он на анализы оставлен. Вот. Ну, если честно, я его перед тем, как продавать даймондов, я его зарежу и проверю, с чистыми здесь рыбка. Вот. Ты так говоришь, зарежу. Ну, пусть на анализы возьму. Возьму у него анализы. Так, как бы нормальное явление, да? Ну, зачем? Какую-то рыбку оставляем? Ну, он дергунок все равно, он погибнет. Как понять, что у него внутри там, да? Да. Да, к сожалению, друзья, но он сослужит добрую пользу другим рыбкам. Ну, его вылечить невозможно, видишь, у него что-то с нервной системой, да. Но поскольку он кушает и в той же водичке плавает, то будет видно, что жаберки посмотреть, кишечник посмотреть. Будет видно состояние. А этот даймондов чистый вот получились. Еще красивый. Кругленький, сразу видно, что рыбок. Вот за ним приедут из Белоруссии в среду. Офигенные. Повезло белорусам. Мы раньше всех позвонили и ждали. А про этих расскажем? Да. Ой, сейчас я чуть... Можно я хотел сяду? Ну, вот так. Поп, у тебя клюкос хотят. Да. Собрались. Дорогие, вот, нежний аквариум. Да, это детишки дикого зеленого дискусса и самочка, это тигровый туркес, итальянский. Осталось их уже немножечко. Пять штучек в Керчь отсюда уедут. И останется 12 штучек. Берите, пока есть. Причем рыба, в отличие от дикари, получилась круглая. Ну, потому что мама, разводная линия. А дикари вообще, вот ты был, ты их смотрел, они там прям круглые-круглые или нифига? Очень много уродов, прям торпеды носа, таких, что то, что ловцы забирают, эти вот фирмы, бывали случаи, когда выбрали одного из двадцати. То есть, очень жесткий отбор идет. Постоянно, он какой кругляшочек. И вот у них какой дикого будут красные вот такие кальтики по плавникам. Надеюсь, колечко может черное появиться, у некоторых появляется уже. Вот. У некоторых крапик будет красненький. Ну, и голубые узорчики. Дравники будем снимать? Да, да, давай. А, ну, давай этих снимем еще. Красивые тут, очень много места, друзья. Да. Ну, так. Здесь рыбка карантинница. Вот. Еще часть мне дали на, чтобы я ее подлечил. Вот это все из одного хозяйства. Вот там, видишь, даймон совсем зачуханный. Ну, придется его, наверное, на анальд запустить. Вот этот вот, да? Ну, да, да. Ну, бывает, болеет рыбка. Этот мне подарили тоже. Попытался его вылечить. Я уже иголочкой спускал у него в воздух из плавательного пузыря. Ну, через сутки все это возвращается. Плывает, да? Да. А это вот рыженькие все это арбиносы. Вот просто из того же хозяйства я их здесь прокарантинил. Вот. И они, надеюсь, будут давать мне детишек. А это супер-пупер рыба. Это самые модные дискуссы. Это сейчас вот супер-пантеры. Жут. Чайшек денег стоят. Вот. Мне дали их больных. И я их вот вроде вот чуть-чуть вылечил. Ну, это вот не вылечил. Видишь, то есть, ну, он как бы получше стал. Ну, видно, что эта рыбка уже, к сожалению. Вот нижняя еще может отойдет. Вот этот. Хотя тоже вряд ли. Форма хорошая, но, к сожалению, даже скорее даймонд тот выздает. Ну, лечу их периодически. Тот, конечно, совсем не такой. Ну, вот. Да. Ну, а вот на альбиносов у меня большие планы. Вот видишь, как раз у меня там пара сидит, и как бы альбинос с ковером. Вот. И вот у них через поколение что-то типа того, первой рубки будут такие вот альбино-коверы. Тебе нравятся такие, что они такие нечеткие, такой красные, да? Ну, вообще, по идее, если у него вот тут будет красный глаз, вот такие альбиносов у них свои, да, и если еще кольцо там будет, ну, его на световом фоне посмотреть будет очень. Ну, мне нравится эта рыба. Ну, а леопарды вот эти, вот альбино леопарда, это вообще просто космически красивая рыба. Ну, видишь те леопардики? Вот мне эти симпатичны. Такие альбино-пиджин. Наверху. Так. Наверху. Это дикая рыба, коричневый дискус. Это зеленый дискус. Видишь, скот, как бы, с точечками, вот откуда всякие леопарды берутся. Это тоже коричневый дискус дикий. Вот эти поменьше, это мои. Ну, я себе отобрал, естественно, с тем, что мне больше нравится. Вот. Ну, и там мои малючки всякие. Это самая суровая, злобная рыба. Ему больше двух лет. Называется боевая жемчужинка. Она была в прошлом роли. Да, да. Это самая злостная, наглый, неубиваемый топор. Я на нем лекарства испробую. Ну, видишь, очень боевая рыбка. А это вот поедут завтра в Ростов-на-Дону. На накопорке. Ага. Наголодают тут. Я понял. Голодовочный аквариум. Вчера из него уехали в Салихар. Да, вот такие же. Вот такие же. Видите, посадим на гладовку. Ее здесь водички глотну. Посмотрим на твои травники. Травники-муравники. Я какой. Я сюда накупил, но спереди с ту рисунку там сидит моя, а я накупил фарла-вэлок. Да, да, да. Дитих. Конечно. Смотришь, с икорочкой какая-то. Вот. Ну, надеюсь, они мне отмечутся. Это, типа, тоже урикариваю и сомы. Вот такие изючные иголочки. У меня не очень симпатичны. Он слева сидит. А стеклышки. Угу. Если самец выпалит, то у него прям вылитый вот конус. Широченный нос такой. И креветки сами к себе тут живут. Вот. Так же, как и уритки. А у меня креветки не живут. Почему? Ну, мне вообще без проблем. То есть у меня здесь вот сидели они с кем-то креветки, а просто распладили жутких количеств. У него кустик вот в апартнике дай. И бога аквариум с сэрлифтом. Все. Чуть-чуть любого корма, и они будут плодиться. Это Дарк Бьюти. Темная красавица. Вот старелочка, корешочки. Вот. Это Rigidifolius золотой. Это мой гибридик. То есть у меня Rigidifolius с именами дает. Вот так вот, да? Да, да, да. Ну, здесь слабая лампочка, вот. А так он на ярком свете. Лампочки, я смотрю, у тебя вообще лет старые везде. Всюду лет старые. Почему лет старые? Ну, во-первых, самое простое, они воды не боятся. Пункт старый. Технируйся, есть же. Который у одни твоих. Знакомые утопили. Ага. Да. Ну, я говорю, а что делают таких сучек? Ты знаешь, спросил? Так чисто. Топят чехи, раз я говорю, покупают. Вот старых. Они не боятся воды, их можно утопить. Смело. Вот. Смотри, как красоту скинет в крупном плане. На Rigidifolius вишенка сидит. Вишенка. А справа самец жемчужки. Периодически мечут здесь. Я их даже разводил как-то. Гураник жемчужина справа. Красивая. А вот там он. Ну ее сверху. Так. Что мы говорили? По светильнике. Так почему это самое? Светильник. Ну, например, сами включаются, сами выключаются, плавно разгораются, плавно затухают. Эти воды не боятся. И что еще? Моделей-то у них тоже много. Все в РГБшные. Все под ним прет. Вот. 60-ваттный светильник на 240 литров и все прет. Стрелки дают хинодонсы. Эпанагидоны цветут. Ну, ты видишь, если ты это уронить, потом в две недели искать будешь. То есть все прет. Наверху дискусы красивые. Тоже там маленький лицарщик стоит. С блю-пуп контролем. Вот. Дискусы выглядят, ну, натурально и красиво. Я не делаю этих ядовитых цветов. Как бы делаю натуральный цвет, но при нем они очень достойно, кажется, выглядят. А с этой стороны вообще болбовидный светильник. Он в прошлом году будет. Вот. Это который... Зет. Мы тебе тогда, помнишь, делали травник такой, что стояли? А может быть, это он и есть. Вот. И здесь, ну, посмотри, какие листья какого цвета. Ой, какая креветка тут. Это рили полосатая, красная. Ой. Нет, не полосатая, просто красная. Здесь есть эта рили. Вон она, видно, фильтр сидит. Ну, не полосатая, а кузовчатая. Ой, гахаку. Там, носит каеда, они тут там что-то делают. Здесь амашки есть. Субуршатся тут. Вот, подорожники наши любимые. Да, да, да. А красненькие вот эти растения-то. А это... Это Кляйн принц, маленький принц. Кляйн? Ну, маленький принц перевел, да. За ним природный ругваяц. Это Максим, хотя очень, из Рязани. Ну, он куда-то пропал, я уже, честно говоря, один продал. Вот. Это, наверное... Это, скорее всего, просто Магребинец. Потом здесь есть еще, который Миша Львов Миракль говорит, я говорю, Miracle на английский манер, но чудо. Это белорусский манер, цюдо. Цюдо, понимаешь, как имя про Т-34? Это Маленький принц. Здесь свет автоматический, ну, спектр, поэтому красного меньше, ну, менее яркий. Ну, и светильничек-то не очень мощный. Да, да. Ну, и креточка желтенькие, сами какие-то получаются. Сами по себе, никто ими не занимается. Что же на тебе никто не поженится-то, вот, брюхатая клава, клава-лайва. Ну, может, они там женятся где-то, я не знаю. Ну, да, и водорослееды с овощи могут сажать, конечно, запас на Малькарке. А, ну, не видать, как бы. Да, да. Ну, красивые они, хорловые. Да. Я, в общем, в очередь. Ну, надо... Хотели... Я в очередь на них. Ребята из соседнего государства купить много растений, я тормознул продажи, вот. А из транспорта у меня получается, в общем, я открываю опять сезон продаж растений. То есть, ребят, приходите, будет дешевле точно, чем на птичке. Ну, вот. Растения все красивые, коллекционные. Ну, видишь, это раундлив какой-то вообще просто. Круглый лист, который... А там вот... Какой-то здоровенный красный. Ты видел этот? Ну, это простейший изуверандер, кенкеря, дырчатый, это рогетонечка. Ну, просто жарко, поэтому не такой пышный здесь. Вот. Но дает листики. Его, конечно, где-нибудь в подвале у меня поставить. Ну, 20 градусов, 22 было бы оптимально. А здесь все-таки чувствуешь температуру градусов, 28 помещения. Ну, где-то жарко. Здесь сейчас 30 градусов. Ну, а вот этот, смотри, вот такой, вот пух такой прикольный. Этот? Ага. Это и есть армюти, это его стрелочка, вот маленькая. Ага, все понял, да, надо. Вот он такие вот месте дает, прекрасные. А вот он, этот оригинал. Криспус покажу, как красивая панагетон. Вот, достаточно легкий, вот видишь, там фиолетовый криспус. Ага. Он, в принципе, не особо дает к вам, ну, тесно здесь, поэтому наверх вырится. Он, в принципе, как регидефолиус. Это детишка от регидефолиуса. Вот он, природный регидефолиус. Это природный регидефолиус. А это от него детишка, гибридик. А этот тоже от него детишка, гибридик. Опять же золотой их будет. А этот красный. Ну, здесь слабый свет. А вот это кто такой? Пенеттифида всеми эскейперами любимая. Вообще красивая. Микрофила Пенеттифида, микрофила Вайсбрюн. Я ее изводил, 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 изводил. А она все равно. Вот же люди, а. Тут у кого-то ничего не растет, а Дима изводит их. Вот, видишь, дорогая. Да, вот она, вот здесь. Ну, там и стрелочки с нее пошли у нас со стороны. Вон, их видно, в джунглях они. Вот, видишь, такие, ты-ты-ты-ты-ты, стрелки побежали. А, слушай, мы пропустили это. Ну, вот сверху и не видно. Это природный красный береман. Унипорский. Я ходил в клуб. Унипорский. А, вот этот вот, да? И потом... Да, вот так вот, ага. Сэр Гей Пенкин. Клуб сделан для гомосеков. А там до этого был детский аквариумный клуб «Нептун». Я в детстве не уходил. Потом эти нехорошие товарищи там сделали свои нехорошие заведения. Живой он или дохлой? Да, живая, живая. А, живая рыбина? Да. А что, дай покажу, подожди, мне. Порвал его? Да, да, да. А это, конечно, самец. Ну, потыкай его, ну-ка. Он сверху рыбина. Да, он его швелит. Да. Ага. Ага. Самочка нехотранная. Ага. Вон, здоровенная, дикая. Да, да, большая. Еще левее. Да, да, вот как ухлотая рыбина. Ну, им хорошо здесь. Конечно, хорошо. Мне бы тоже хорошо было бы тут. Я бы, друзья, мечтал в таком аквариуме жить. Вот, честно. Ну, если бы я был рыбкой. У меня самца еще, вон еще самочек сидит. Если бы я был рыбкой. А самец прикольный, такой вот камоз. Делаем. Вот. Ну, им то, что надо, они же питаются как раз вот. А вот этот, что, почему не плавает корнями? Он готовится к продаже. Слушай, ну, здесь так хорошо ему себя чувствует, что он даже цветет неукорененный. Ага. Смотри, вот. Он даже неукорененный дал стрелку цветет. Ну, хорошего ему, чего. Если он неукорененный. Ну, сам вот этот вот мелкий тоже. Это или ахарис, или у каулон, бревескопный. Он и не размножился у тебя, да? Как? Полно его. Полно. Я его туда в губи затолкал, он надоел мне. Он, кстати, очень неприхотливый по условиям, как этот, вьетнамский или у каулон. То есть такой же неприхотливый, но красивый. Такие иголочки, иголочки. Давай достану, покажу. Да, не на, не на. Мы его видели в прошлом ролике. Видели? Ай, форвалелка. Да, да. Прикольные они. На, якорный, бабай. Давай. Да, опа, уго. Ты ее трогаешь, она жесткая? Форвалелка. Как с Торисом. Ну, она дюймовая, да. Вот она. Вот, уго, красавица. Ну, и такие, совсем, груборучные. Ага. Ага. Ну, давай, приветку, кто-то снимет. Так и быть. Ну, и у тебя дичавшие уже. Чина там капошлица. Чина там делает. Это прикольно. Японагетон. Кто? Японагетон. Японагетон. Апонагетон. Ну, ты видишь, гибрид у него бесплодный все. К сожалению, семечек не дает на цветках. А вегетативно никак. Не надо стрелки, чтобы начать обрывать ему. Друзья, классно смотрятся в травниках вообще. Просто велик. Не навязчиво так. Да, да, да. Они не мешают нам. Смотри, банда. Монакопур. Они просто здесь. Да это, чтобы не выкидывать, я их сюда посадил. Ну, бывает проброс. Я там была занята та банка, я просто кинул сюда. Но, к сожалению, из них ничего не вырастет. Ну, проброс бывает среди. Причем без химии. Это выводок был без химии. Ну, крутится-вертится. Вот это у меня, он, видишь, чистит уже конус. Может, я их так чистил? Чистят конус. Только Андрей отъедет, они сразу же начнут летать. А, там два конуса, вот что, беда-то. А ты искал на этом, да? Опа, огромное. Ну, что-то. Вот она, вот я хочу летать. Они не знают на какой. Надо один убрать. Не метали еще, где ты кренок? Видишь? А эти просто на том конусе были с прошлого раза и кренки. Я думаю, надо просто убрать и промочим с выбором. Лишить их выбора, да? Да, давай сейчас я лесенку возьму. И сразу у них все пойдет. А кто такой вот? Это? Эхинодорос. Такой Эхинодорос? Это Сантьяго вот этот широкий или дальше? Да, 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 вот этот широкий. Ну, может, тебе показывали, где деколи сидят? Ага. Вот. Вот. Ну, это Сантьяго второй. Интересно, у него форма листа. Да. Ну, это очень необычный, очень редкий Эхинодорос. То есть, я не знаю, у кого еще такие есть. Ну, то есть, я знаю, у кого есть. Ну, на продажу сложно найти. Ну, то есть, у меня есть. А, вон, их икра. Это, да, это она дохлая. Это они отметали в общем аквариуме. И по легенде, если быстро-быстро пересадить в осмос, то что-нибудь получится. Я ничего не вижу хорошего здесь. Все, все дохлая. Ну, в принципе, видите, треклинки даже если они хорошие не устроят. Вот. Поэтому сейчас они будут и попросторней, и с выбором попроще. Друзья, вот такие вот красивые аквариумы, растения, рыбки есть у Дмитрия Боленского. Если честно, я здесь, ну, хожу, и у меня там слюни текут, понимаете? Ну, если можно так сказать, это, конечно, не еда, но я имею в виду, что прям, ну, очень-очень хочется. Хочется и того, и того, и того. И вот таких аквариумов, которых у нас, в принципе, ну, там, одна штука пока есть, да, такая, в полудиком состоянии. И я вообще не знаю, как у тебя хватает, ну, сколько времени вот на то, чтобы обслуживать вот эти вот все аквариумы, вот, кормить вот этих рыбок, делать фарши, друзья, я не пропустил ролик про фарш от Дмитрия Боленского, а будет в ближайшее будущее, это, конечно, великолепно, это, спасибо тебе вообще за то, что делишься информацией. Ну, я расскажу тайно. У меня есть раб-двойник, он сидит в подвале, вот, пока я на курорте, он работает здесь. То есть, ты капиталист, да? Ну, какой, ну, вот с утра до вечера, кручусь-верчусь, кручусь-верчусь, поддержите, поддержите капиталиста, купите рыбку, купите хинодорус, пожалуйста. Друзья, контакты, как обычно, и светильник к ним же тоже купите. Контакты, как обычно, в описании ролика про него, значит, если кто-то хочет купить растения, дискуссов или светильники, то, пожалуйста, обращайтесь в Дмитрию. Будет так же красиво. Ну, по крайней мере, все расскажут, да, и покажут, и там, что-что-то, значит, как это все работает, ну, потому что этих там видов светильников, я не знаю, миллион там, есть такие. Ну, я вот остановился. Я имею в виду, что они есть там с управлением, с управлением таким, с управлением, с кнопочки дедушкиным, как он называет их. Значит, есть, там, многолинейные, есть там однолинейные, ну, то есть, либо только белый свет, либо там разные цвета. Нет, здесь все варгебешные. Все варгебешные. Есть разной длины, там, ширины, ну, и, в общем, такое вот. В общем, если что, то звоните сразу Дмитрию, не надо ко мне звонить, спрашивать, как я могу, Дмитрия, светильник, просто к нему, и все. Можете ему сказать, что вы увидели ролик на канале Русские аквариумы, там какая-то скидка будет, значит, вот. А, Дмитрий? Thank you. Not at all. Давай по-испански. Как там? gracias, por favor. Друзья, всех люблю, всем пока, откомментируйте, поставьте лайк, Дмитрию, естественно, не меняем. выставку, выставку, хотим выставку, большую выставку, будем рыбок своих показывать. Ну, в январе, в январе, да, да, готовимся, ты готовишься? Ну, у меня чего, рыба полна. Вот, смотри, какие будут, дикариешь. да, это мы уже посмотрели, видели. Друзья, пока, пока.